Здравствуйте! С вами Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, я Екатерина Аксенова. Сегодня в музее открылась персональная выставка Сергея Макарова, художника-мастерской военных художников-маринистов ЦВММ, члена Союза художников России, участника национальных и зарубежных выставок. Пользуясь данным счастливым поводом, нам удалось пригласить Сергея Алексеевича в студию. Здравствуйте, Сергей! Разрешите поздравить вас с открытием? Здравствуйте, Екатерина! Выставка в Центральном военно-морском музее для меня значимое событие. Эта выставка знаменует, во-первых, мое 60-летие, а во-вторых, это итог четырехлетней работы меня в студии военных художников-маринистов. Сергей, почему именно маринистика? Маринистика? Ну, может быть, это и связано с тем, что мой отец служил на флоте в Хронштадте. Во время войны его юноши взяли на фронт, и он был радистом на торпедном катере. После этого, встретившись с моей мамой, которая тоже пережила блокаду, я появился на свет, и, по всей видимости, вот это сыграло определенную роль в выборе меня, когда я выиграл тендер на картины для экспозиции филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора». Сергей, расскажите нам о выставке. Эта выставка посвящена труду художника-мариниста при Центральном военно-морском музее. Помимо того, что художник пишет морскую тематику, здесь он сдержан тем, что картины, которые ему предлагается написать, они исторические. А значит, он должен изучать материалы исторические и делать все в соответствии с заданием, которое ему дается. Это своего рода ограничение его творчества, но в то же самое время это и техническая задача, которая для меня является творческой. Не откройте тайну о дальнейших творческих планах. Пожалуйста. Творческие планы полностью связаны с деятельностью нашего музея. И у меня сейчас на Мольберте стоит работа, которая посвящена первой победе на Черном море. Балаклавская битва, так называемая Балаклавская битва, когда два новоизобретенных корабля смогли одолеть три турецких фрегата и одну шебеку, когда противостояние было 32 орудий против 168, и наши корабли победили. Спасибо вам, Сергей, за беседу. От всей души поздравляем вас с выставкой и желаем дальнейших творческих успехов. Напомню, что в 2016 году Сергей Алексеевич Макаров, уже будучи известным мэтром живописи, был принят в студию художников-маринистов при Центральном военно-морском музее. И теперь многие его работы, повествующие о славных страницах истории отечественного военно-морского флота, можно увидеть в залах ЦВММ и его филиалов. Каждый, который поручил моему сюжету, он подходит, как к научному труду, порабатывая все, начиная с первых источников. Он обращает внимание на любые мелочи, на любые детали, поэтому ему всегда есть, что ответить на вопрос, афмиритированно. А почему вы здесь именно так нарисовали? И это замечательно, ведь наши художники-войнисты – это наследники Альвазосова, Боголюбова, поэтому в стенах нашего музея у художника не может быть ответа. Я художник, я так вижу. И вот именно, побывав сейчас на выставке, как имена открываем, мы с вами увидим, что Сергей Алексеевич – это художник, который не останавливается на достижениях, художник, который продолжает развиваться. Его работы уже заняли свое место в нашей основной экспозиции. И его работы обречены на вечное хранение главного Москового музея страны. На выставке поклонники кисти Сергея Макарова и любители живописи смогут увидеть работы мастера в портретном и пейзажном жанрах, исполненных маслом, а также акварели и графические работы. Подобное разнообразие манеры стилей позволяет по праву назвать Сергея Макарова многогранным художником. Мастерски, владея различными техниками, он смело экспериментирует. Плотность масла, текучесть и прозрачность акварели, бархатистость пастели, легкие штрихи карандаша служат в его руках инструментом, передающим определенное эмоциональное состояние, внутреннее переживание и осмысление изображаемого. Неподдельный интерес Сергея Макарова к человеку выражается в портретах. Мастер старается досконально изучить характер героя полотна и только затем раскрывает увиденную в нем внутреннюю красоту. В пейзажах Сергея Макарова природа нестатична. Она живет своей жизнью, вечная и изменчивая, прекрасная даже в ненастье. В его работах раскрывается трепетная душа художника. Они говорят об упоенности жизни, о прелести тишины. В них северная природа гармонирует с душевным миром людей. На выставку действительно стоит прийти посмотреть. Лично мне понравились городские пейзажи. А что понравится вам? Приходите, оставайтесь с нами. С вами был Центральный военно-морской музей и я Екатерина Аксенова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова